В одном из учебных заведений Махачкалы произошла смертельная поножовщина с участием несовершеннолетних учеников 9 класса. Инцидент произошел утром 11 октября во дворе лицея номер 51. По данным следствия, 16-летний подросток подрался со своим одноклассником, в ходе стычки смертельно ранив его в область грудной клетки. Как рассказывают ребята, которые с ними учатся, между парнями были натянутые отношения, они часто цепляли друг друга, а их ссоры перерастали в драки. Так случилось и на этот раз. На перемене, около 11 утра Арслан позвал Джабраила во двор выяснить отношения, драка закончилась поножовщиной. Парень ножом нанес своему оппоненту удар в грудную клетку. Пострадавший после удара ножом попытался добежать до кабинета медицинской помощи на втором этаже, но упал на лестнице. За парнем приехала скорая, отвезла в ближайшую больницу, но врачи спасти подростка не смогли. Он скончался в больнице. Подозреваемый утверждает, что после случившегося, как он сам же рассказал на допросе, пошел потрясенный к директору, сообщить о случившемся, а дальше, говорит, туман. В школе началась паника. На место происшествия приехали следователи, слетелись репортеры. Один из них, оператор телеканала РГВК Дагестан Гаджи Магомедов, который снимал сюжет об инциденте, тоже оказался в больнице. С многочисленными гематомами, а также делали рентген. Можно сказать, он попал под горячую руку. Дело в том, что заведенным случившимся старшеклассникам не понравилось, что их снимают, и они отмутузили представителя СМИ, правда, сначала попросили их не снимать. А когда оператор просьбу проигнорировал, молодежь не выдержала и кинулась на Гаджи с кулаками. Драку пришлось разнимать полицейским. Третьей жертвой этой подростковой драки со смертельным исходом, стала мама погибшего школьника. Она не смога перенести вести о смерти сына, женщине стало плохо и ее увезли в больницу. Сейчас она реанимация. После случившегося Арслан был доставлен в Кировский отдел полиции, где сразу начал давать показания. Парень признался, что не хотел убивать одноклассника, а собирался только попугать его. Но как-то так получилось, что в руке оказался нож, и жертва словно сама на него налетела. Ничего более определенного следствию по горячим следам выяснить не удалось. Подросток настаивает на том, что не помнит подробности и действовал в состоянии аффекта, одержимый адреналином драки. Нож я приобрел, ушел примерно где-то год назад в таком маленьком магазинчике, купил. Нож всегда, ну так дома лежал, да, просто там, не знаю, просто деньги были, да, купил. А с какой целью вы купили нож? Ну, я не знаю, просто дошел дома, лежал, просто у всех есть у меня то, что было. И вот тогда, у нас дома лежал, что-то я решил один день поставить в карман его, не помню даже, это даже школа, эту неделю не ходил, в кармане он как-то оказался. И при драке, когда драка случилась, состояние эффекта, я его достал и ударил. Непреднамеренно я его не хотел убивать. Когда вы нанесли удар ножом в дальнейшем, что происходило? В дальнейшем, я не помню. Вы ушли с этого места, убежали или что? Он убежал, я просто пошел к директору, да, вот так, вот так сказал. А с ним что, он сразу упал или поднял? Я убежал. Словом, нож в школу, если верить словам паря, он принес случайно, просто забыл, что тот лежит в кармане. А во время драки вспомнил. Между тем, его знакомые уверяют, что холодное оружие Арслан носил с собой часто, в том числе и на уроке. Кстати, пронести в школу любой тесак можно спокойно. По словам школьников, у входа давно установили металлоискатель. Но он не подает признаков жизни. Дети шепчутся, что Арслан, якобы даже неоднократно угрожал ножом ребятам, за что те жаловались директору школы. Но тот никаких мер не принял. Из-за этого, подростки, как рассказал один из них, были вынуждены сами осадить опасного задиру, выбрав, правда, для этого, не самый гуманный способ. Некоторое время назад они избили Арслана толпой за школой. А тот в ответ, как говорят дети, писал некоторым из них сообщение с угрозами. Так ли было на самом деле или нет, уже не так и важно. Для уголовного кодекса, эмоции и сантименты значения не имеют. Против 16-летнего Арслана Османова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вмешиваться в его отношения с одноклассниками и школе, и семье следовало раньше, тогда бы, возможно, трагедии не случилось бы. На трагедию в лицее отреагировали и махачкалинские власти. В пресс-службе главы Дагестана сообщили, что руководителю республики Сергею Меликову было оперативно доложено об инциденте. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика. По его поручению Министерством образования и науки была создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложение для повышения уровня безопасности в школах, говорилось в сообщении пресс-службы. Как рассказал заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Али Магомедов. Там до этого тоже какие-то обстоятельства были, которые привели к этому. Позже будут данные комментарии. Проведена беседа с детьми. Выясняются обстоятельства, почему ребенок с ножом прошел внутрь школы, почему не принимались действия по конфликту, сказал он. Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова, комментируя убийство учеником своего сверстника, рассказала КП Ставрополь, что схватившийся за нож школьник, двоечник с абсолютной неуспеваемостью по всем предметам за исключением физкультуры. И в школу номер 51 в Махачкале, где произошла трагедия, его перевели недавно из другой за плохое поведение и нежелание учиться. Какое-то время он был на семейном обучении. У него были очень большие проблемы с образовательным процессом, в том числе по части коммуникации с одноклассниками и учителями. Стоял на внутришкольном учете. Сквернословил. Вел себя безобразно, делится собеседница. При этом семья у школьника благополучная с работающими родителями. Неуправляемый школьник, на которого жаловались буквально все, единственный ребенок. Возможно, именно поэтому ему все сходило с рук. Омбудсмен говорит, в семье знали, что сын ругается матом и срывает уроки. Но во время родительских собраний мать только заступалась за сына. На претензии учителей она отвечала, он же пасан. Это было ожидаемо, продолжает Марина Ежова. Проблема, что в одном образовательном учреждении теперь учатся все. Одаренные дети и дети с ментальными нарушениями. Дети в конфликте с законом и дети с инвалидностью. И педагогам предлагается в таких условиях добиваться выдающихся результатов. А нашим еще и при дагестанской действительности, с тремя сменами в школе и классами по 40 человек. В то время как в СССР для таких сложных детей были спецшколы с соответствующей программой, в том числе и воспитательной. Против Арслана возбудили уголовное дело по статье «Убийство», часть, 1 статья, 105. Но не только он может попасть за решетку. Также по делам, возбужденным СССР по Республике Дагестан проходит директор школы Владимир Ильясов и его заместитель по учебно-воспитательной работе Людмила Насрулаева. Им вменяется халатность. Статья 293 УК РФ. Из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, может быть привлечены к уголовной ответственности руководство ЧОПа, охраняющего 51-ю Махачкалинскую школу. Против начальства охранного предприятия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.